У нас есть чистый проект в архикаде и 2D-чертежи, которые нам нужно вставить в наш проект. Для этого мы используем детали. Вот структура проекта. Правой кнопкой «Новая независимая деталь». Вставляем, припустим обмерный план. Создали новую деталь, дали ему имя. Здесь внизу выбираем масштаб необходимый. Если необходимого масштаба нет, можно задать пользовательский масштаб. Мне нужен 25-й, поэтому я выбираю пользовательский масштаб. Копируем из открытого соседнего проекта архикад содержимое и вставляем в наш проект. Масштабы совпадают, все произошло как надо. Для примера создадим еще один 2D-чертеж. Назовем его «План с мебелировкой». Выделили все. Ctrl-C. Вставляем сюда. Ctrl-V. Здесь. Сюда вставим. К примеру, обмерный план. Итак, у нас есть две детали. Они будут выводиться на два отдельных листа. Перейдем к сохранению деталей. Нужно перейти в «Layout Book». Здесь у нас уже что-то имеется. Архикад что-то предлагает. Мы же должны создать новый формат листа. Новый мастер-лейаут. Правой кнопкой «Новый». Выставляем отступы от границ листа. Допустим, нулевые отступы. Центрирование. Здесь выбираем необходимый нам формат. Мне, допустим, нужен ландшафтный А3. Я задаю здесь 420. Здесь 297. Размеры листа. Нажимаю «Create». Перед «Create» я подписываю А3. Дальше. Это у меня создался новый мастер-лейаут. Эти листы можно удалить, можно оставить. Использованные в уже проектах листы не удаляются. То есть сначала надо удалить отсюда все, что используют эти листы, а после этого уже удалять сами мастер-лейауты. Однако пустой структура быть не может, поэтому мы создаем новый лейаут. Назовем его «List1». Выбираем в предложенном списке мастер-лейаут, который мы создали. И нажимаем «Create». Мы видим, что создался новый пустой лист с шаблоном, который мы создали. Если мы сейчас здесь можем его переименовать, назовем его «Обмерный план». Теперь уже мы можем его перенести как пустую, эту подпапку удалить, и у нас вот чистый проект. Эти два листа можем удалить. Вот. Такая последовательность действий. То есть то, что используется, удалить нельзя. Создадим еще один лист для печати. Назовем его «План с мебелью». Для его печати используем наш шаблон. Они сейчас идентичные и пустые. Если я на шаблоне что-то нарисую, припустим, я хочу нарисовать рамку. Для этого выберу Polyline Tool, полилинию, и проведу ее по границам листа. Выделю за одну грань и начинаю ее смещать. Введу 5 мм. То же самое сделаю снизу, справа. Для левой я введу 20 мм. Таким образом, я получу рамку. Я ее сделаю черной, толщиной 0,35 мм. Теперь, перейдя на наши листы, мы видим, что нарисованная нами рамка отображается красным. Все, что нарисовано на шаблоне, мастер сквозное, и будет видно на каждом листе. Теперь этап перемещения планов на лист. Переходим в структуру проекта. Это первая вкладка. И перетягиваем на лист наш план. Вот он прилетает на наш лист. Ctrl D. Перемещаем его по центру. Если мы видим, что он не влазит на лист, мы сверху в свойствах проекта можем изменить пользовательский масштаб. Либо создать другой лист, в котором он полностью поместится в нужном масштабе. Подтягивая за границы видимой области, мы можем ограничить то, что выведется на лист. Далее колесиком мыши, прокручивая свойства вида, которые мы вынесли, мы находим заголовок. Заголовок можем его убрать, либо оставить, настроив его нужным образом. Давайте таким же образом перенесем второй план на лист. Изменим для него масштаб. И с помощью Ctrl D клавиши поместим по центру. Тоже он не влазит. Я здесь пользовательский масштаб ввожу 40. В данном случае мне не важно привязка к масштабу. Еще раз, если нужен точный масштаб, то нужно подбирать под него необходимый формат листа. У меня цель вывести на третий лист два плана. Далее мы хотим создать из этого PDF. В архикаде предусмотрено пакетное сохранение в PDF. Для этого есть четвертая вкладка Publisher Sets. Переходим в нее. Нам нужно создать новый набор, новую папку. Назовем ее Новый Сет. Новый набор. Создали. И теперь в нее нужно переместить наши листы из второй вкладки. Как это делается? Заходим в проект Choser. Здесь выбираем Organizer. В правом окне выбираем Publisher Set. В левом окне Layout Book. Наши листы. И я вот с Shift выбираю два плана, которые у меня есть, перетаскиваю в New Set. Далее, если развернуть наш New Set, мы видим, что в нем помещено два листа. Дальше. Как их соединить в один PDF файл? Во-первых, мы можем выбрать формат. И далее у нас внизу опция Объединить в один PDF файл. Далее мы задаем настройки. Если мы не настроили толщины линий, мы можем выбрать Hairline. Все тонкой линией. Дальше мы можем в PDF Options здесь задать расширение качества печати. Нажать ОК. Нажать ОК. Нам нужно нажать на Publish и выбрать сохранить в PDF. Если мы хотим отправить на печать, мы вот выбираем печать. Здесь мы выбираем путь, куда мы сохраним наш файл. ОК. После этого мы просто нажимаем на Publish и мы печатаем то, что здесь произошло. Архикад напечатал еще и вот эту папку. Надо удалить. Либо выйти на уровень выше, в Publisher Sets, создать свой новый сет, задать ему имя. И в этом органайзере из старого сета перетянуть в новый созданный. New Set перетянут. В нем стоит опция Merge to one PDF file. Мы нажимаем Publish. Выбираем место. ОК. ОК. Publish. Done. Готово. Видим, что у нас готов PDF, который состоит из двух листов, которые мы хотели вывести на печать. Субтитры создавал DimaTorzok, Добавил 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 субтитры создавал DimaTorzok,